Первая колбаса из представленных сыровяленой, типа по испанской технологии чоризо-острый. Она достаточно плотная, весит почти килограмм, цена без скидки 2000 рублей. Состав, ну, не скажу, что полезный или вредный, но не самый такой натуральный из тех продуктов, которые вы можете встретить на нашем рынке. Фирма Коседемон. Реально видела ее в основе, то есть это не будет обманом. Здесь вы видите упаковку, состав и прочие параметры. Странно, что также вот ее ингредиенты указаны в нескольких видах. Форма овальная и покрытие обычная шкурка. Внутри темная красная с большими кусочками жира. Жир не встречается. Шкурку вы видите. Общий вид такой. В принципе, рекомендую. Теперь приступаем к следующему виду. Уже сырокопченые колбасы российского производства. Малаховский свиная. Далее состав. Общий вид колбасы в видео. Собственно, до этого вы видели состав. Также они немножко не сильно полезны. Сама структура будет нежной. С большим количеством кусочков белого жира. Общий цвет ярко-красный. Форма овальная. Батонообразная. То есть так, в принципе, упаковывают всю колбасу не только у нас в стране. Цена со скидкой где-то была 500... Нет, 700 с чем-то рублей в магазине. Аж далее я рассмотрю вид и структуру. Собственно, вот она. Ну и с дополнением в виде сыра. Спасибо вам за внимание. И до свидания. Ждите новых обзоров. Продолжение следует...